По городу задолженность населения за тепло и горячее водоснабжение составляет 300 миллионов рублей. Одни сочинцы погашают долг, появляются другие новые должники. В связи с тем, что задолженность образовалась в размере 99 112 рублей, предлагаем вам для того, чтобы данная задолженность уменьшалась, явиться в Сочи Теплоэмерго в отдел по работе с должниками, заключить соглашение и платить непосредственно по соглашению. Выхода нет. Специалисты Сочи Теплоэмерго отключают горячую воду. Кроме хозяйки-пенсионерки, в квартире прописано еще 8 человек. И, соответственно, начисления еще до установки новых счетчиков шли на всех членов семьи. Немаловажно всегда сообщать в коммунальной организации именно количество проживающих, а еще лучше платить по показаниям прибора учета. В данный момент на исполнении находится около 350 исполнительных производств на общую сумму около 15 миллионов рублей. С начала года было взыскано уже частично около 4,5 миллионов рублей, окончено где-то 36 исполнительных производств. Много людей, которые приходят, сами оплачивают. Приход в дом судебных приставов – это всегда серьезно. Нет возможности рассчитаться по долгам деньгами, приходится конфисковывать предметы быта. А некоторым и продавать квартиры, переезжать в меньшие, поскольку неуплата за тепло и горячую воду вырастает до огромнейших сумм. Есть кто дома? С 16 марта проходит акция, которая объявлена предприятием «Сочи Теплоэнерго» «Оплатите долг с пишем пенни». Под акцию попадают должники, которые оплачивают одномоментно весь долг. Если долг соизмерим с пенни, то такие должники не попадают. Также не попадают те, которые имеют исполнительные листы, либо заключали соглашение. Акция приурочена к сместилетию победы в Великой Отечественной войне и будет проводиться до 9 мая. Те, у кого выросла задолженность, могут погасить ее без штрафных санкций за неуплату в срок. Продолжение следует...